200 тысяч участников, бессонные ночи и скептические замечания друзей. Это история о том, как обыкновенный предприниматель из Краснодара утер нос руководителям высокого звена. Четыре месяца Владимир Глинский боролся на всероссийском конкурсе молодых управленцев. Лидеры России стал одним из его лауреатов. Мой коллега Антон Балзовский поздравил бизнесмена с победой и узнал, как это было. У Владимира свой малый бизнес и развивается он неплохо. На отделочные материалы, двери и сантехнику всегда есть спрос, но душа жаждала приключений. Хотелось ощутить себя капитаном большого корабля, и он бросил вызов менеджерам из госкорпорации. О конкурсе узнал из интернета, подал заявку. Друзья и коллеги по бизнесу тогда отговаривали, мол, все призовые места наверняка уже распределили заранее. Ребята, которые участвовали, они прекрасно понимают, что там все прозрачно. Там настолько все проверяли досконально, то есть там невозможно было пройти по звонку или за деньги, или еще как-то. Вы все на виду, то есть вот они там, 10 человек в команде, их всех видно. На финале там 8 человек в команде, тоже всех видно, кто какой. Тебе 3 человека оценивают. И случайных людей ни в полуфинале, ни в финале там просто не было. Там реально были люди умные, продвинутые, с высокой мотивацией, с высокими качествами, с высокими навыками. Конкурс проходил в рамках проектной платформы «Россия – страна возможностей» и состоял из четырех этапов. Участникам приходилось и предприятие выводить из условных кризисов, и даже эссе писать о своей роли в будущем большой страны. Так, из 200 тысяч конкурсантов осталось три сотни. Одни сдались сами, другие не прошли ситоотбора. 300 оставшихся спартанцев гарантированно получали грант по миллиону рублей и боролись уже за право стать учениками таких акул-бизнеса, как Сергей Галицкий, Вадим Дымов и Александр Дюков. И вот тут, говорит Владимир, он первый раз за весь конкурс испытал страх. Ну, собрались там 300 крутых чуваков. А знаешь, как обидно проиграть, ну, то есть уже на последнем этапе. И финал был очень жесткий, гораздо жестче, чем в полуфинале. То есть если в полуфинале люди как-то были более расслаблены, то есть еще как-то, ну, никто не надеялся там, может быть, пройти, потому что конкуренция была там один человек, 10 человек на одно место. Вот. А когда приехали на финал, там уже как бы один, получается, из трех проходит. И все же уже приехали побеждать. Там был вообще трэш. То есть там очень сложно было. Владимир победил и уже выбирает себе наставника. А миллионный грант целевой. Его нужно использовать для дальнейшего профессионального роста. Так что это инвестиции в образование. На конкурсе, говорит бизнесмен, кое-что понял для себя. Нет той высоты, которая бы не покорилась человеку, поставившему себе цель. Антон Балзовский, Александр Ивановский, телекомпания «Краснодар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова